Давайте приступать, вот, я обязан на запись сказать тоже, я говорил перед тем, как включил, что всем велено сегодня праздновать, что мы на двойном финале ICPC взяли на одном золотую медаль, на втором стали чемпионами мира, отметить обязательно всем, как можете. Так вот, значит, ну а мы с вами про скучное начнем говорить тогда, и мы переходим с вами к новой теме. Мы обсудили очень подробно, две лекции заняло у нас, поиск ближайших соседей, про разные идеи поговорили, ну а теперь мы давайте перейдем к следующей теме про обучение с учителем, и мы поговорим с вами про обучение ранжированию. Вот так лучше. Обучение ранжированию. По-английски это называют learning to rank. Вот, ну, собственно, это задача, которая, к изучению которой было приложено какое-то гигантское количество усилий, ну то есть там про нее учебники целые, там конференции есть. Ну, не знаю, вопрос для первого класса, наверное, но спрошу все равно, как думаете, почему она так изучена хорошо? Ну, конечно, потому что, как бы, ранжирование это то, за счет чего существуют поисковики, а поисковики, ну, до сих пор это, значит, компании, которые обладают поисковиками, это одни из самых богатых компаний в мире. Вот, то есть их бизнес строится именно о том, что это хорошие поисковики. Да, они зарабатывают на другом, они зарабатывают на рекламе, где, кстати, тоже методы ранжирования используются. Но, тем не менее, поиск это центральное, и в его изучении было вгрохано огромное количество денег. Особенно, например, занятно, что, наверное, там, ну, это не на основе реальных данных, это, как бы, мои ощущения, что очень много классных результатов в ранжировании было получено Microsoft Research'ем, но при этом поисковику Microsoft Research'ем не тот, которым мы пользуемся, ну, тем не менее. Так вот, значит, о чем задача? Это более сложная задача, в ней структура, пространство ответов будет куда более богатой. Вот раньше, когда мы говорили про какое-то обучение с учителем, мы с вами говорили, что вот есть какой-то объект, и я хочу по этому объекту, моей моделью А, получить некоторый ответ, и этот ответ, он, ну, там, число, или там, ну, класс какой-то. Или там, ну, вот, на этой неделе на семинарах обсуждали, ну, может, не во всех группах пока тут не скажу, там, классификация с пересекающимися классами. Ну, то есть все-таки ответы какие-то, ну, типа, число, ну, блин, ну, число, это, конечно, там, континуум, но все-таки одно число. А в ранжировании, в ранжировании мы будем действовать с вами хитрее. В ранжировании нам будет даваться запрос КУ. Запрос. И мы по этому запросу будем с вами выдавать некоторую перестановку на всех документах, которые у нас есть. Это документы. Ну, по сути, это весь интернет. И вот я как-то сразу так кинулся говорить запрос, да, ну, поисковый запрос, понятно, потому что вы там строчку поисковую вбили. Там весь интернет, все документы из интернета. Понятное дело, что вот то, что я буду рассказывать, применимо к более широкому классу задач. Просто давайте договоримся, что в качестве такой дани истории я буду рассказывать все просто в терминах поискового ранжирования. Будем все обсуждать в терминах поискового ранжирования. Ну, то есть я буду говорить, что есть запрос, да, который приходит, есть база документов, и я должен эти документы отсортировать в ответ на запрос, так, чтобы вверху моего сортированного списка были самые релевантные запросу документы. Ну, примерно вот такие слова. При этом запрос, это может быть на самом деле пользователь. Документы, это могут быть на самом деле товары в нашем магазине. И, по сути, я должен для пользователя отсортировать товары тогда по как бы интересности этому пользователю. Или, например, запрос, это может быть на самом деле пользователь, который уже вбил в поисковик что-то, и я должен отсортировать для него документы, которые на самом деле рекламные объявления. Вот, то есть тут вот, ну, как бы, под запросами, под документами может разное пониматься, но давайте это просто будем держать в голове, ну, или я за вас буду держать в голове и напоминать просто иногда, и говорить вот такое, но понимаем, что задача более широкая. Вот, значит, хорошо, это вот идея, да, идея, что я теперь должен не просто число выдать, я должен отсортировать огромный массив документов, да, у меня пространство ответов, это все возможные перестановки на документах, ну, это охренеть, как бы, да, то есть если там, ну, весь интернет, вот, кстати, как думаете, вот весь интернет, сколько страниц, ну, веб-страниц, порядок, ваша догадка. Вот, 100 миллионов, ну, слабо, слабо, 10 миллиардов, триллионов, ну, да, то есть это какие-то там триллионы и все такое, да, да, то есть может быть даже больше, то есть если там мы говорим про все-все-все страницы, ну, и представьте, все перестановки триллиона документов. Ладно, может я, конечно, зазря клепают на курсах ПВ, да, 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 вот, не, ну, мне кажется, триллионы есть, да, то есть это как-то, может я, конечно, сейчас погорячился, но мне кажется, даже больше. Ну, ладно, короче, даже если бы их было там миллион, то все перестановки миллиона документов, это много, а тут как бы еще больше, поэтому задача, явно, не простая предстоит, но давайте про нее поговорим. И как обычно это бывает, мы беремся за новую задачу, мы давно так не делали с вами, когда мы беремся за новую задачу, сначала нужно ее формально поставить. Ну, давайте поговорим про это, какая у нас постановка задачи. Постановок много. Так сложилось, что есть постановка правильная, но она очень сложная для решения, и на самом деле никто ее не решает по факту, потому что там, ну, настолько недифференцируемая задача, что ее даже аппроксимировать сложно. Конечно, и вот сейчас я расскажу вам три постановки этой задачи, и мы будем, и когда метрики обсуждать, говорить, что, ну, эта метрика ближе к такой постановке, а эта метрика к такой. И когда методы будем обсуждать, они тоже будут относиться скорее к одной из этих постановок. Короче, тут вот все сложно из-за сложности задачи. Ну, в любом случае, я буду через Q обозначать запросы, Q1 и так далее, QN. Кстати, здесь у меня документов было, давайте документов у меня M будет здесь. Значит, так, Q – это запросы. D – это документы. Но держим в голове, да, что запросы – это могут быть там пользователи или там еще что-то, документы – это могут быть там товары, там какие-нибудь видео, ну, короче, что-то, что мы рекомендуем, ну, не буду повторять. Вот. И есть разные постановки. Постановка номер один. У меня есть обучающая выборка, которая представляет собой набор каких-то запросов, QИТ. И для каждого запроса мне известна правильная перестановка. ПИИТ от D1 и так далее, ДМ. И этих пар у меня N штук. То есть у меня есть N каких-то запросов, и для каждого запроса я знаю, как мне нужно было сортировать весь интернет. Ну, понятно, что здесь уже это точно невозможно, да. Но, по крайней мере, может быть, мне для каждого запроса известно там топ-100 документов самых релевантных и известно, как их отсортировать. То есть здесь, давайте помечу, может быть известен только топ-К документов. Ну, это нормально. Нафига мне знать, что там в подвале, что там на тысячной странице ранжирования должно быть. Наверное, это неважно. Хорошо. Значит, вот есть это. И я хочу построить модель А, которая берет запрос из множества запросов. Я вот так обозначу Q красивая. Ну, правда, так еще обозначают рациональные числа, по-моему. Ну, куда деваться. Вот. И, значит, и это множество запросов моя модель должна переводить в множество перестановок на всех документах. Вот такая постановка. Ну, это то, что я говорил и раньше. Да, она весьма общая. Это называется listwise постановка. Listwise approach. Ну, вот такая. Мы, ну, на этой лекции, я думаю, мы не доберемся, а вот на следующей мы с вами, да, я думаю, на следующей мы успеем, поговорим про то, как решать вот в этой постановке задачу. И там прям, ну, там просто ягодка-то. Там такое, в общем. Вы поймете, почему так не делают. Вот. Там такие методы, что ух. Есть постановки попроще. Так, вот, Валентин спрашивает, множество документов у нас не меняется после обучения. Хороший вопрос. Ну, давайте для нашей формальной постановки считать, что не меняется, что оно фиксировано. Но по факту, конечно, документы какие-то исчезают, добавляются. Ну, и поскольку на самом деле мне не важен сам документ, а важно множество его признаков, ну, какая разница. Появился новый документ, я признаки по нему посчитал, вот у меня есть документ, могу его там в модель подставлять. Вот. То есть, в целом, тут нет проблемы, что у нас это обновляться будет. Ну, здесь я как бы это просто не отражаю уже, да, в постановке это излишнее усложнение будет. Но, да, давай, в реальности это можно отработать. Вот вы правильный вопрос задали. Спасибо. Хорошо. Вторая постановка. Вот это уже делают. И вот вторая постановка считается такой самой правильной, там, самой такой хорошей из компромиссных в ранжировании. Здесь я буду считать, что у меня дано множество троек. Множество троек. Есть какие-то запросы, куитые. И для каждого запроса у меня есть документ номер один и документ номер два. И таких троек у меня н штук. И, значит, что эта тройка значит? Здесь такая тройка у меня есть в обучающей выборке. То тогда я считаю, что когда я в модель подам запрос и ты и документ д и один, модель должна выдать для него как бы значение релевантности меньше, чем для этого же запроса и для документа второго. То есть здесь, во-первых, да, во-первых, вот у меня в постановке номер один модель выдавала целую перестановку. Здесь я все-таки считаю, что модель выдает мне, давайте я даже повыше напишу, здесь я считаю, что модель выдает мне некоторое значение релевантности. То есть вот А от Ку и Д, да, в модели я передаю просто запрос и документ. И эта модель мне выдает оценку релевантности. Ну, то есть она говорит, что этот документ релевантен этому запросу на 7,5. Ну, что бы это ни было, это какая-то безразмерная шкала. И вот, собственно, моя обучающая выборка сообщает мне, что вот если я запрос тот подал, то документ первый должен быть с меньшей оценкой релевантности, чем документ второй. Вот такая вот идея. Это называется, давайте я это напишу, значит, то есть Д и один менее релевантен к Уитому, чем Д и два. Это называется попарный подход, pairwise approach. Это такая хорошая постановка. Ну и, наконец, есть самая простая, номер 3, которой мне дается множество, тоже троек. Здесь у меня есть запрос у ИТ, документ, Д и Т какой-то, и правильный ответ, Y и Т. Таких троек у меня N штук. Вот, и здесь у меня Y и Т, это просто вот прям в точности значение релевантности. Y и Т это релевантность. Она может быть вещественная, может быть какая-нибудь дискретная, там по кабальной шкале. Вот, ну и, собственно, дальше я буду просто строить мою модель, чтобы она аппроксимировала эту релевантность. Вот, это называется поточечный подход. Это самый тухлый подход, потому что здесь я должен сказать истинную оценку релевантности. Откуда ее взять? То есть, вот вам дают, вот я вам скажу, покажу запрос, например, там, что такое машинное обучение. И, допустим, вариант ответа на него, там, запись моей первой лекции по МО-1. Вот, на сколько этот ответ релевантен этому запросу? На 10 из 10? А может, у меня непонятная лекция? Может, на 8 тогда? А кто оценит непонятность моей лекции? Ну, в общем, вот, тут это очень субъективно становится. Вот, другое дело, если я прошу вас сравнить. Я дам запрос и, допустим, там предложу мое видео с первой лекции по МО-1, как документ номер 1. И там какое-нибудь, допустим, очень, там, не знаю, некачественное видео от какого-нибудь школьника, где он сам только что, прочитав какую-то статью, рассказывает, что такое машинное обучение. Причем с ошибками. Ну, наверное, мое лучшее. То есть, вот как бы вот в сравнении проще. Вот, ну вот Богдан говорит, что можно какие-то приколы как для качества. Вот, но мы, вот если мы будем пытаться, как, вот, вы видите, в кластеризации мы страдали там, чтобы вывести правильную метрику качества, да, вы это все. Ну, вот так мы придем к попарному подходу. То есть, вот попарный, он вот хороший, потому что сравнить, что релевантнее, что более релевантно, что менее релевантно, это вот понятно. А вот прям оценку поставить, это уже сложнее. Поэтому здесь давайте мы будем, конечно, помнить про третий подход, но держим в голове, что все-таки второй получше. Ну, вот такие вот три подхода. Будем в них работать. Ну, и как это обычно, опять же, бывает, про постановки задач поговорили. Дальше нам нужно определиться, как мы будем качество решения задачи определять. Поэтому давайте вторым пунктом мы поговорим про метрики качества кластеризации. О, господи, кластеризации. Ранжирование, конечно, извините. Вот вы меня... Вы мне сказали про кластеризацию, оно в голове отпечаталось. Метрики качества ранжирования. Ну, собственно, мы будем говорить про каждую из постановок задачи. Начнем давайте с поточечных метрик. Ну, как бы в поточечных метриках, напомню, нам будет даваться какая-то выборка, где есть запросы, есть документы и есть правильные ответы. И поскольку у меня будет строиться модель, которая по паре запрос-документ пытается оценивать правильный ответ, ну, то есть вот у нее есть прям число, которое она должна выдать. И я буду строить те модели, ну, как модели там регрессии, если у меня игреки это числа вещественные, или как модель классификации, если игрек у меня там бинарный или дискретный какой-то. Ну, то есть это просто обычная самая модель будет регрессии или классификации. И можно применять что угодно. Ну, там МСЕ, хотите, пожалуйста. Может, МАЕ тоже можно. Экероси. И Экероси можно. Да и Эфмеру можно при желании, если очень захочется. Можно АУКРОК какой-нибудь. Кстати, вот АУКРОК это, вообще говоря, хорошая метрика. Может, помните, мы с вами на семинарах, по-моему, разбирали это дело, что АУКРОК это, по сути, доля верноупорядоченных пар. Вот, то есть там меня интересуют такие пары, где Y и T меньше Y житого, и А от X и того меньше А от X житого. Вот, то есть уже вот АУКРОК, он немножко больше проранжирования будет здесь. Да, он будет смотреть, как я отсортировал именно качественно ли. Есть ли у меня такое, что какие-то два документа стоят в таком порядке, а Y у них в другом порядке подсказывают, что надо поставить. Вот, ну, короче, здесь что угодно, такое можно применять. Вот, вот, Владиславс, оптимизация АУКРОКа сводит ко второму. Да, если вот я как бы начну в модели, допустим, регрессии оптимизировать напрямую АУКРОК, то это скорее уже попарный подход получится. Ну, правда, это попарный подход с точки зрения метода будет, но не попарный подход с точки зрения разметки, с точки зрения целевой переменной, потому что целевая переменная все еще у меня будет вот, ну, как бы, это какое-то точное число. Если вот у меня и, допустим, разметка такая, как в Pairwise подходе, то есть у меня только пары известны, да, то там тоже можно АУКРОК оптимизировать, в принципе, при желании, и там уже будет настоящий такой попарный подход. Это да, это да. Вот, ну, в общем, здесь все такое, все простое, все понятно. Ну, и обычно здесь приводят такой пример, почему этот подход плохой. Потому что, ну, вот представьте себе, есть у меня, значит, ИГРЕКИ какие-то, допустим, ну, есть какие-то там пары запрос документ, и для них там ИГРЕКИ вот такие. То есть у меня есть пять, как бы, объектов в выборке, и вот, собственно, есть там какой-то с ИГРЕКОМ 1 очень нерелевантный, есть с ИГРЕКОМ 5 очень релевантный. Есть какая-нибудь модель А1, которая выдает, ну, например, там, я не знаю, 1, 2, прям в точности угадывает все. Она, понятно, хорошая, у нее будет качество большое, все здорово. А, допустим, есть у меня модель А2, которая выдает 10, 20, 30, 40, 50. С точки зрения метрик, там, МСЕ или МАЕ, это отвратительная модель, просто хуже некуда. Но, как бы, ничего не поделаешь, да? И вот это в этом проблема поточечного подхода, что он слишком строгий, он требует угадать в точности ИГРЕКИ, хотя на самом деле мне только порядок угадать нужно. И вот поэтому этот подход может, как бы так, фокусировать модель не на том, он будет требовать, чтобы мы в точности угадали ИГРЕКИ из обучающей выборки, а, может быть, если бы мы ослабили это требование, мы бы лучше именно, как бы, ранжирование сделали. Поэтому, вот, поточечный подход имеет свои минусы. Ну, давайте про попарный подход поговорим. Да, тут подпишу, что вот эти обе, обе модели идеальные. Но вот для этой модели, по, там, МСЕ, все плохо. Хорошо. Значит, идем дальше. Давайте поговорим про попарный теперь подход. Точнее, про попарные метрики. Значит, ну, с попарными все интереснее. Значит, в попарных у меня есть пары, точнее, тройки запрос. Документ 1, документ 2. И таких пар у меня, там, N, ну, или давайте, там, L обозначу штук, не знаю. Вот. Сейчас, одну секунду. Господи. Да, ну, хорошо. Значит, а, нет, и вот вопрос подвезли. Если нормализовать все А1 и А2, то тогда уйдет же проблема масштабов. Ну, типа нормализовать, это их нужно как-то и отцентрировать. И, нет, нормализация – это линейное преобразование. А у вас же может быть такое, что, ну, например, допустим, допустим, ну, скажем, у вас там что-нибудь будет типа 0, 2 и 9, там, 3, 3 и 1, 3 и 2. Вот, как бы, как вы не, там, центрируйте и нормируйте, у вас все равно в 1, 2, 3, 4, 5 это не превратится, кажется. Вот, то есть, ну, тут уже нужно какое-то нелинейное преобразование. А это сложнее. Так что, да. Так вот, значит, в попарной есть вот эти тройки у нас. Ну, и, собственно, есть требование, да, что моя модель должна правильно им скоры проставлять. Вот так. Ну, и, как бы, какую метрику можно придумать, которая измеряет, насколько мы справились в это требование выполнить? Да, очень простую. Давайте просто посчитаем вот такую сумму по E от 1 до L. Значит, модель, примененная к запросу и тому, и документу E1. И модель, примененная к запросу и тому, и документу второму. Вот. И я считаю количество вот таких, ну, дефектных пар, да, то есть пар, где я первый документ поставил выше второго, хотя не должен был. Вот. И я хочу минимизировать эту штуку. Вот. Понятно, что вот это напрямую оптимизировать у меня, скорее всего, не получится, да. Я буду как-то аппроксимировать, там, какую-то верхнюю оценку, возможно, придумывать. Мы про это говорили немножко, когда вот в прошлом семестре обсуждали прямую оптимизацию аукрока как раз. Но вот, как бы, как есть. Хорошо. В общем, ну, в общем, это такая основная метрика. Дальше можно прийти, ну, то есть это связано с аукроком. Ну, и вот в попарном, в парной постановке можно такое сделать. Можно так считать качество. Ну, теперь давайте поговорим про списочные метрики качества. Все самое интересное будет здесь. Хотя мы в ранжировании оптимизировать будем, скорее всего, что-то поточечное или попарное, качество мы будем обычно считать именно списочными метриками, потому что, ну, это вот непосредственно то, что качество именно ранжирования определяет. И вот здесь большой зоопарк. Давайте про этот зоопарк немножко с вами поговорим. Значит, здесь несколько, несколько случаев мы обсудим. Случай первый – это случай, когда у меня бинарная релевантность. Это самый простой. Самый простой случай. Богдан предлагает количество перестановок доверного ранжирования. Нет, мы так делать не будем. Ну вот, значит, то есть это случай, когда у меня как бы… Для каждого запроса в моей выборке дана просто информация, какие документы ОК, а какие не ОК. То есть в выборке для каждого запроса дана информация, какие документы ОК, а какие не ОК. Вот, и все. То есть мне вот известно только это. Мне сказано, что вот на этот запрос вот эти вот должны быть выше, эти ниже. Никакой там большей гранулированности нет. Вот. Ну, то есть я вот так-то запишу. У меня, значит, для каждого запроса есть какое-то количество документов, там, M штук. Ну, на самом деле, это M может быть своим для каждого запроса. То есть для одного запроса мне там дано 10 документов, для другого 100. Ну, давайте не будем еще ОМ-индексы вводить. Вот. И для каждого документа у меня есть правильный ответ. Y и первое и так далее. Y и МТ. И это бинарные штуковины. Вот. Это вот самый простой вариант списочного ранжирования, когда да, это именно ранжирование, но у меня каждый документ либо релевантен, либо нерелевантен. Вот. То есть это не полноценная сортировка такая. Вот просто известно, что эти должны быть вверху, эти внизу. Вот. Ну, и давайте, да, поясню, что на самом деле M может быть разным для разных Q. Вот. Но не будем это учитывать здесь. Так вот. Ну, и мы тогда будем считать, что моя модель работает так. Ко мне приходит запрос. Я составляю пары этого запроса со всеми документами из моей базы. Ну, тоже M их обозначу. Получаю некоторое значение релевантности. И сортирую по убыванию этих чисел. Ну, ладно. По невозрастанию. Ну, и вот, как бы, буду считать, что у меня такая модель. Как можно посчитать качество? Самый, наверное, простой подход это так называемая точность. Та самая. Тот самый Precision. Но это будет Precision, посчитанный по первым K позициям для данного запроса. Как это посчитать? 1 делить на K. Сумма по E от 1 до K. Индикатор того, что Y равняется единице. Тут вот в этой форму, сейчас я ее подробно поясню, тут мне требует многое объяснений. Во-первых, как думаете, почему это вот так записывается? Это Precision собака K. Есть идеи? Ну, да. Да, да. Ну, вот, Даниил правильно написал, потому что вот эта собака, ее читают как at. Вот. Это Precision at K. Да, Precision на первых K позициях. Собака читается как at. Вот. Значит, что я дальше делаю? Значит, я беру первые K документов, я смотрю истинную релевантность документа, который моя модель поставила на итую позицию, и проверяю, равна единице или нет. То есть, я смотрю, по сути дела, среди первых K документов после ранжирования, какая доля релевантна. Y единица это релевантный документ, Y 0 это нерелевантный документ. Давайте на всякий случай поясню там для потомков. Значит, Y и t это документ, который модель поставила для запроса Q на итую позицию. Вот. Ну и, собственно, считаю долю такую. В чем проблема этого подхода? В том, что, вот смотрите, допустим, у меня есть вот такой вариант ранжирования, когда я поставил в начале три нерелевантных документа, а потом три релевантных. А есть вот такой вариант, когда я в начале поставил три релевантных, а потом три нерелевантных. Чему равен Precision для них? Значит, Precision на первых шести позициях равен одной второй и там и там. Но понятно же, что второй вариант лучше. Он поставил как бы в начале релевантные, а потом нерелевантные. Но Precision это не отлавливает. То есть, вот как бы такая метрика пока еще не вполне проранжирование. Должна быть у меня прям метрика, которая строго следит за тем, что все релевантные должны быть выше, чем все нерелевантные. Ну, давайте посчитаем. Для этого мне нужен Average Precision. Это некоторая модификация. Вот, давайте поговорим, Average Precision. Давайте вот тут я Precision тоже подсвечу. Значит, Average Precision это, ну, Богдан, правильно говорите, да, это сейчас будет похожая идея на скользящее окно. Значит, давайте запишу формулу сначала, а потом мы с вами поговорим про то, как оно считается. значит, в смысле, запишу формулу, а потом поговорим о том, какой у этого смысл. Это более правильные слова. Так вот, значит, Average Precision at k для запроса q считается следующим образом. Значит, в начале у меня будет 1 поделить на сумму по i от 1 до k y и t то есть я считаю, сколько у меня релевантных документов на первых k позициях. Это у меня нормировка. Дальше я суммирую по опять k позициям по e от 1 до k y и t я беру умножаю на Precision at k нет, at i для запроса q то есть я прохожусь по всем позициям если на позиции релевантный документ я смотрю Precision как бы на первых стольки позициях. Давайте посмотрим, как это считается. Вот у меня допустим тот же самый пример, давайте я его скопирую. Вот, и просто посчитаем для него Average Precision на 6 позициях. Считаю Average Precision вот для этого варианта. Average Precision at 6. Что у меня получается здесь? Сколько релевантных документов у меня среди этих шести? 3. 1 делить на 3 нормировка. Дальше я суммирую по всем позициям, где стоят единицы. То есть из-за этого домножения у меня ненулевой вклад будет только по тем и, только по тем позициям, где релевантный документ стоит. Если он ненулевантный, Y 0 и у меня там все сокращается. Все зануляется точнее. Вот. Какой? Значит, здесь я смотрю, где у меня единицы. На четвертой позиции. Окей. Значит, вот здесь у меня, вот здесь у меня. На четвертой позиции. То есть я тогда первое слагаемое, это у меня будет Precision на первых четырех позициях. Чем уровень Precision на первых четырех позициях? Одна четверть. Плюс на пятой позиции единица и я считаю тогда Precision на первых пяти позициях. Два релевантных всего пять. Две пятых. И наконец Precision на шестой позиции одна вторая. Вот такой Average Precision у меня. А вот для этого варианта, давайте посчитаем для него Average Precision, тоже три релевантных, но теперь у меня на других позициях стоят единички. Для первой позиции беру Precision один. Для второй позиции какой у меня Precision? Два документа, оба релевантные, единичка. И для третьей тоже единичка. Получается один. Ну очевидно вот это меньше. Вот так что здесь уже разные значения метрики для этих двух вариантов и Average Precision действительно следит за ранжирование. Ну вот можно сказать, что если у меня где-то стоит единичка, я смотрю по сути, что такое Precision для позиции, где стоит единичка? Я смотрю, какая доля у меня нерелевантных выше. То есть если у меня выше какой-то единички есть нули, то у меня Precision на этой позиции будет меньше единицы. Это уже минус в мою метрику. Вот, то есть получается, что я штрафую за нерелевантные выше релевантных. Ну вот так. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Значит дальше у нас давайте наверное такое обсудим. А, нет, вопрос. Y это это релевантность документа, который наша модель поставила на иту позицию. То есть Y первая в скобках это релевантность того, который на первой позиции после модели оказался. Вот, Валентин правильный вопрос задает. У нас релевантные между собой пока одинаковы, неважно какой выше ставить. Да, да. Мы позже обсудим случай, когда у меня разные релевантности у релевантных, там более хитрые метрики нужны. Пока я считаю, что просто документ либо релевантен, тогда неважно как он с другими релевантными соотносится, либо он нерелевантен, он должен быть ниже всех релевантных. Вот такое. Теперь давайте мы обсудим такой нюанс. А вот что если я посчитаю Average Precision по всем документам? Это как я там число документов обозначал? Забыл уже. М. Что если я посчитаю Average Precision для М? Для всех документов? Давайте разбираться. Значит, если я посчитаю Average Precision по всем документам, то у меня получится следующее. Значит, смотрите. Давайте вспомним, как мы с вами строили Precision Recall кривую. Там у меня Recall был по оси X, Precision по оси Y, и там мы делаем следующее. Значит, здесь у меня, ну вот там идут какие-то документы, вот я их отсортировал по выходу модели, ну и допустим там вот этот релевантный какой-то, этот там оказался, точнее этот нерелевантный, этот релевантным оказался, этот нерелевантный, этот там снова релевантный. Ну и как бы как я строю эту кривую? Если я прохожу через плюс один, то я иду вправо, да, то есть вот если я перескакиваю через минус единицу, то у меня Recall не растет, а Precision уменьшается, поэтому там я иду просто вниз. А если я перескакиваю через плюс единицу, то у меня Recall увеличивается, поэтому я иду как бы вправо, ну скорее всего вот такое. И вот как бы вот так у меня там устроена будет эта кривая. Вот еще что-то вот такое. Значит, если я прохожу через плюс один, то кривая шагает вправо. Ну а если кривая шагает вправо, то площадь под кривой понятно в этот момент увеличивается. Если я просто вниз иду, у меня площадь не увеличивается пока. Если я вправо шагнул, то я как бы больше площади подмял под кривую. То кривая шагает вправо и площадь увеличивается. И если я запишу формулу для этого, то она будет такая. Значит, я иду, суммирую по всем документам, там с первого по там МТ, точнее по всем объектам, да, в порядке убывания выхода модели. Дальше я чего, вот допустим я перескочил через, меня интересуют только положительные объекты, потому что только при переходе через положительные у меня площадь растет. Если я перешагнул через положительный, я шагнул вправо, и у меня площадь увеличилась, ну как раз на Precision в данный момент, да, то есть я нахожусь на высоте Precision, и у меня площадь увеличивается ровно на столько. Поэтому мне нужно посчитать Precision Add и для этого запроса. Вот, то есть получается формула ровно как у Average Precision. Вот, то есть получается, что у меня площадь под Precision Recall кривой, это на самом деле Average Precision. Вот, такая вот связь. Собственно, поэтому в SayTetLearn, если вы хотите посчитать AUCPR, площадь под Precision Recall кривой, это делается функцией Average Precision. Такая вот связь между ними оказывается. Вот, ну и нормировка там тоже возникнет, потому что сейчас я думаю, нормировка возникнет, потому что я делаю шаг как раз, да, понятно, потому что у меня Recall увеличивается ровно на 1 поделить на число положительных, поэтому как бы еще площадь домножается на, да, на сумму, ну как бы на количество положительных, на долю положительных. Вот. Это в точности Average Precision at M. Вот, получается, что вот связь такую установили, здорово, замечательно, она имеется. давайте тогда еще один момент скажу и пойдем уже к более сложным метрикам. Ну, вот здесь везде я считал там Average Precision, например, для конкретного запроса. Ну, понятно, что запросов у меня много в выборке обычно, и тогда мне нужно считать, ну, как бы один поделить на множество всех запросов, сумма по Q маленьким по всем запросам, Average Precision для данного запроса. И это называется MAP, Mean Average Precision. Mean Average Precision. Ну, это тут сказывается богатство английского языка, где есть аж два слова для среднего, вот, на русский непонятно, как это перевести, Mean Average, типа средняя-средняя точность, ну, короче, вот, непонятно, как, так что будем по-английски называть MAP, Mean Average Precision. Хорошо, значит, здесь договорились, давайте теперь про случай второй. Поговорим, когда у меня релевантность не бинарная. ну, например, у меня там одна из K большой оценок, или там она вещественная. Так, нет, вот вопрос, чем MAP лучше AP? Не-не-не, Average Precision считается для одного конкретного запроса, а MAP это просто средний Average Precision по всем запросам из нашей выборки. То есть, грубо говоря, Average Precision это функция потерь, а MAP это функционал ошибки. Разница в этом только. Или еще пояснить? В общем, скажите, если надо пояснить, вот, я пока продолжу. Значит, и так, что делать, если у меня релевантность многогранная, может быть. Ну, там такой довольно популярный способ считать качество, это DCG. Discounted Cumulative Gain. DCG считается тоже по топ-к и тоже считается для конкретного запроса. Да, расшифровывается, повторюсь, Discounted Cumulative Gain. Как он считается? Я суммирую по первым К позициям и здесь вот сейчас будет такая немножко абстрактная запись. Я беру некоторую функцию G от Y пятого, то есть от релевантности документа на этой позиции и умножаю еще на некоторый штраф за то, что это и-тая позиция. И это дело я хочу максимизировать. Сейчас я запишу конкретные формулы для G и для D и для G и для D и станет понятно. Ну вот типичный выбор здесь такой G я могу взять просто линейную или G я могу взять 2 в степени Y ну короче G это как бы множитель, который хвалит за то, я же максимизирую, он хвалит за то, что релевантность здесь высокая. А D говорит мне типа чувак, ну если ты поставил релевантный документ на сотую позицию, он там никому не нужен. Поэтому D штрафует за позицию. Здесь я напишу там двоичный логарифм и плюс 1. Вот. То есть по сути D мне понижает эту метрику, если релевантные стоят где-то там внизу списка. Он говорит, что релевантный нужно ставить как можно выше, тогда будет хорошо. Самый релевантный нужно ставить как можно выше. Ну давайте я это словами запишу. То есть как можно более релевантные документы должны стоять как можно выше. вот. Ну вот такая задумка. Здесь еще возникает некоторая сложность обычно, что непонятно, какое лучшее значение у DCG. Максимальное значение DCG лучшее, оптимальное, зависит от того, какие у меня Y, какой у меня K, как у меня дискаунт задан. Поэтому здесь мне обычно приятнее будет считать нормализованный DCG. NDCG это K для запроса Q и считаем мы его так. Значит, DCG это K для запроса Q и я делю это на максимум по всем возможным перестановкам первых K документов DCG это K для A. Давайте поясню, что это максимум к по всем возможным перестановкам первых K документов. Ну, то есть, грубо говоря, я вот у меня есть какое-то ранжирование, где на первой позиции стоит документ с релевантностью 5, на второй документ с релевантностью 3, потом опять с релевантностью 5, потом с релевантностью 2, потом с релевантностью 4. Это вот как бы то, что выдало вот по нему я считаю DCG. Вот. А теперь я сортирую это правильно. У меня в начале, конечно, должны две пятерки стоять, потом четверка, потом тройка, потом двойка. По такому ранжированию я считаю в этот как бы ideal DCG. Ну, и потом делю одно на другое. Он так считается NDCG, и он уже у меня будет понятно между нулем и единицей. Вот. И тут уже, когда я смотрю на него, мне больше понятно, насколько я близок к идеалу. Ну, вот, значит, такое есть. Вопросы про DCG какие-нибудь? ойбек предлагает, как считать, мап? Средняя равномерная точность. А, то есть вы average precision предлагаете, как равномерная точность переводить, да? Ам. Ну, кстати, прикольно. Мне нравится. Да, это тема хорошая. Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Нет. Нет. Все понятно? Ну, давайте дальше тогда двигаться. И это еще не все. Вот мы говорили с вами про случай 2, когда вот релевантность не бинарная. Я прям посмотрел, насколько я хорошо отсортировал, но есть еще более хитрые метрики. В случае 3 эти метрики поумнее. поумнее. Метрики поумнее еще называют каскадными. Вот такой особый вид развлечений в всей этой науке это придумывать правильные метрики качества ранжирования. Что такое правильные? это те, которые лучше всего коррелируют потом с оценками экспертов итогового ранжирования. То есть, грубо говоря, мы построили там 100 моделей, да, посмотрели вот по нашим метрикам вот этим оффлайновым, которые можно поистическим данным посчитать, какая модель лучше. Дальше мы запускаем эти модели в реальный мир. Проводим там АБ-тест какой-то, да, онлайн-эксперимент, где вот разным пользователям показываются результаты работы разных моделей. И эксперты оценивают, что типа, ага, вот эта выдача лучше, она мне больше нравится, вот эта хуже. И смотрим, вот выдача поисковая, которая лучше всего показалась экспертам, она была лучшей на исторических данных с точки зрения какой метрики. И вот каскадные обычно лучше всего коррелируют здесь с тем, что эксперты потом скажут. Есть несколько вариантов каскадных метрик, но мы с вами будем патриотами и поговорим про ту, которую придумали в Яндексе. Она называется P-Found. Так, стоп, а случай 2 какой был? Нет, смотрите, случай 2 просто смотрел, насколько мы хорошо отранжировали, да, то есть, насколько у меня сортировка близка к идеальной. А случай 3, он сейчас еще будет включать в себя некоторую модель поведения пользователя. Вот, то есть тут мы еще как бы накрутим наше представление о том, как пользователь смотрит эти документы. Вот, и они окажутся еще сложнее в этом плане. Значит, это так. Ну вот, мы, повторюсь, поговорим про P-Found. Давайте еще DCG подкрашу здесь. Тоже важно. Значит, как P-Found работает? Значит, я буду считать, что у меня все еще есть правильные ответы, правильные релевантности, но они, давайте, у меня будут теперь гарантированно от нуля до единицы. Этого легко добиться, ну, просто поделю на максимальное, прибавлю что-нибудь, если отрицательные есть. Короче, этого добиться легко, это не ограничение. И я буду интерпретировать Y, да, истинную релевантность документа, как вероятность найти ответ в этом документе. Ну, вы можете спросить, откуда я возьму-то эти релевантности? С ума сошел? Откуда ты знаешь, откуда эти вероятности вообще взять? Ну, вот, собственно, когда P-Found придумывали, там задумка была следующее, что асессоры, люди, которые нам размечают запросы документа по релевантности, они ставят релевантности по какой-то пятибальной шкале, у которой есть интерпретация типа 5, это значит, что вот этот документ нужно гарантированно показывать первым на этот запрос. Один означает, что это там стыд, нельзя вообще такое показывать. Ну, и там дальше какие-то тоже объяснения. Ну, и просто придумаем своим начальственным, так сказать, постановлением, что, каким вероятностям эти оценки соответствуют. Типа, допустим, если это вот оценка 5, то есть гарантированно первым показывать, то вероятность на этот ответ будет 1. Если это 4, то есть это прям очень релевантный документ, но, в принципе, можно и на второй позиции показать. Вероятность там 0,8 будет. Ну, короче, вот как-то начальственно эти вероятности проставим. Вот. Вот Данил тоже спрашивает. По сути, это вероятность, что объект будет релевантен для юзера? Да. Работает ли это для рекомендационных систем, типа кино, там, электронная коммерция? Сложнее, конечно, да. То есть там это непонятно, как разметить. Вот. Это скорее вот P-Found и другие каскадные метрики это для поискового аранжирования все-таки. Сейчас, извините, воды клотнусь. Вот. Простите. Итак, значит, вероятность, допустим, есть у меня, откуда-то она известна. Дальше, давайте еще, у меня будет P-I-T, я позже расскажу, как это считать. Но вот за P-I-T я обозначу вероятность того, что пользователь дойдет до И-той позиции выдачи. Вероятность дойти до И-той позиции в выдаче. Мы сейчас это посчитаем. Собственно, считать мы это будем следующим образом. Ваше предложение. Чего мы зададим вероятность того, что пользователь посмотрит первую позицию выдачи? То есть, он вот ввел поисковый запрос, ему что-то выдалось, вероятность, что он хотя бы глянет на первую. Так, вероятность один. Соглашусь. Уж на первый этот документ он посмотрит. А как мы будем считать вероятность, что он дойдет до, допустим, И-плюс первой позиции? То есть, мы будем считать это инкрементальным. Вероятность, что он дойдет до И-плюс первой позиции. Не инкрементальный, ну, короче, вы поняли. Вероятность, что он дойдет до И-плюс первой. Это вероятность, что он дойдет до И-той позиции. Умножить на один минус вероятность того, что документ на И-той позиции релевантен будет. Ну, то есть, вот это, это у меня вероятность не найти ответ. в ИТ-ом документе. Ну то есть, чтобы попасть на И плюс первую позицию, нужно дойти до ИТ-ой. В ИТ-ом документе не найти ответ. И еще нужно сохранить желание идти дальше. Давайте у меня будет такая вероятность П-Аут. Это вероятность того, что пользователь задолбается. Это вероятность задолбаться. То есть, получается, чтобы... Еще раз, извините, я повторю это, это важно. Вероятность дойти до И плюс первой позиции складывается из того, что пользователь дойдет до ИТ-ой позиции, там не найдет ответ, и у него все еще будет желание идти дальше. Каждый момент времени он, типа, так подбрасывает монетку там с гранями П-Аут, ИНУС-П-Аут, которая говорит, задолбался он или нет. Вот так я, значит, итеративно посчитаю эти вероятности. И, собственно, П-Фаунд, моя метрика качества, будет считаться так. Значит, П-Фаунд на первых К-позициях от Ку это сумма по, собственно, К-позициям. вероятность дойти до ИТ-ой позиции умножить на вероятность найти там ответ. И это я хочу максимизировать. Вот. Ну и, собственно, это называется каскадной метрикой, и ее фишка в том, что она, как вы видите, учитывает поведение пользователя. То есть, как бы, здорово, конечно, если это у меня на пятой позиции релевантный документ. А какая вероятность, что пользователь дойдет до этого документа? Вот давайте посчитаем. Ну и вот, собственно, можно это дело рассчитать, и чего-то мы получим. Вот. Ну вот, значит, такая метрика. Есть там и альтернативы некоторые, но они близки по смыслу. Вот. Ну все. В общем, я замучил вас метриками. Вопросы какие-то есть по ним? Или так понятно более-менее? Как мы оцениваем? Ну, мы ее там какой-то возьмем, там 0,2. Можем, в принципе, посчитать просто по нашим пользователям, там, в какой доле случаев они там отваливаются. Ну, короче, как-то можно это по данным оценить или задать просто ее какой-нибудь. Это несложно. Хорошо. Давайте у нас еще 15 минут с вами осталось. Давайте поговорим про теперь, ну, такую менее, менее стандартную тему. давайте поговорим про признаки сдачи ранжирования. Вот еще Валентин спрашивает, P-out. Да, P-out одинаковый для всех и. Ну, еще нам не хватало P-out брать разным. В целом, конечно, можно посчитать вероятность, что пользователь на каждой позиции останавливается, ну, просто потому, что вот ему надоело. Можно так, но вот в базовом варианте P-out это константа для всех позиций. Так вот, про признаки. Ну, это такой у меня короткий будет рассказ, просто чтобы вы понимали вообще над чем тут думали в разное время. Ну, сначала немножко терминологии. Вот говорят, что признаки, которые используют в ранжирующих моделях, а, собственно, дальше мы будем говорить про ранжирующие модели. Признаки бывают трех типов. Бывают признаки чисто запросные. Ну, там, например, язык запроса. Тип запроса. Например, он может быть навигационный. Ну, например, я вбил в поисковике высшая школа экономики. Очевидно, что мне нужен сайт высшей школы экономики, наверное. Вот. Надо его показать первым. Вот. Или там, например, товарный может быть запрос. Типа там, я не знаю, ручка, которая хорошо пишет, купить. Мне не нужны статьи с рассказом про устройство ручки. Мне нужно, блин, ее купить. Покажите ссылку, по которой купить. Вот. Ну, короче, это важно. Ну, и понятно, что тип запроса, скорее всего, какой-то классификатор у вас определяет. То есть это будет признак, который считается моделью некоторой. Ну, понятно, какой-нибудь эмбеддинг запроса. Понятно, какой-нибудь там регион. Из которого запрос пришел. Там частотность этого запроса. Ну, и так далее. Запросных можно придумать прям много. Статические признаки. Ну, статические признаки не буду писать. Статические это те, которые считаются чисто по документам. Почему они называются статическими? Потому что, ну, документы, что у меня вот в базе лежат, я могу заранее еще, до того, как запрос пришел, статические признаки рассчитать по этим документам и положить в базу. То есть, ну, вот в этом плане. Их не нужно на лету считать. Ну, какие они бывают там? Тема документа. Ну, бахнул какой-нибудь классификатор тематический, получил. Какие-нибудь свойства урла. Ну, то есть, например, в домене какой вложенности находится этот документ. Какая ссылка. Есть ли понятные слова в этой ссылке. Ну, мало ли, можно такое придумать. Опять же, эмбеддинг документа. Ну, и так далее. И, наконец, признаки бывают динамические. Это те, которые надо считать по паре запрос-документ. Ну, это может быть там расстояние какое-нибудь между эмбеддингами запроса и документа. Это может быть какой-нибудь там вообще какая-нибудь модель, которая по запросу и по документу считает нам, не знаю, там какую-нибудь релевантность. Ну, то есть, тут вот в динамических признаках прям есть что поисследовать, какие-нибудь трансформеры бахнуть. Это можно. Вот. Ну, собственно, в свое время мы про это поговорим. На самом деле, вот тут немножко у нас будет хитро. когда мы дойдем до рекомендательных систем, которые на самом деле тоже про ранжирование, вот там я вам чуть подробнее расскажу о том, как какие-нибудь нерестивые архитектуры можно применять вот для динамических признаков. То есть, мы к этому позже вернемся. Вот. А сейчас я хотел бы поговорить про два таких исторических признака, просто чтобы вы понимали, как раньше думали про ранжирование и насколько это наивно было. Вот вопрос у Богдана. Куда признак типа Википедия круче, чем ответы Mail.ru? Ну, вообще, в... Ну, есть два варианта. Первый. Вы можете сделать просто некоторые показатели авторитетности сайта. Да. Можно посчитать, например, сколько ссылок на этот сайт. Правда, это спорная штука. Мы сейчас как раз обсудим это. Или там еще что-нибудь. Можете сделать прям отдельную модель, которая вам предсказывает не релевантность документа запросу, а авторитетность. Причем для данной пары запрос-документ. Собрать для этого разметку там асессорами, обучить. То есть можно модель прям отдельную сделать, которая вот такое делает. Ну, и в целом скажу, вот, Богдан, то, что вы спросили, это на самом деле одна из больших головных болей у разработчиков систем ранжирования, потому что с одной стороны мы все понимаем, что такое более авторитетный источник или менее авторитетный. С другой мы это очень плохо умеем формализовывать. Вот, ну, как бы, вот базовый вопрос, да, какой сайт университета авторитетнее, вышки или физтеха? Как бы, замечательные вузы. Как? Как сравнить? А если вы модель тут строите, вам сравнивать все нужно уметь. И вот, как бы, вот, вот из-за такого, из-за того, что это очень такая серая задача, и зачастую мы не можем сказать, что авторитетнее, какие критерии, то вот, может быть, очень сложно это в некоторый признак превратить. Вот, ну, вот, Айбек пишет, что Google приоритизирует сайты Википедии и топовых университетов. Ну, да, а как бы как? Что, гвоздями это прибивать? Ну, как бы, гвоздей не хватит на все темы, по которым запросы вам прилетают. Ну, и вот тут как бы есть над чем подумать. Так вот. Значит, а нет, еще вопрос. По PFOUND у нас почти все слагаемые будут равны нулю. Ну, как видите, да, у нас на самом деле здесь будет такое довольно экспоненциальное затухание, поэтому в PFOUND у нас там будет, ну, как-то заметно отлично от нуля, только там первые, ну, сколько-то слагаемых, что хорошо. Понятно, что пользователь до 20-й позиции выдачи никогда не доходит, это соответствует реальности. В этом плане, да. Так вот. Значит, просто так для юмора расскажу, как раньше думали про признаки ранжирования. Например, вот есть такой, такая формула, называется BM25. Значит, это, ну, как бы, была некоторая история, было некоторое мнение, что, ну, ранжирование, это же легко. Давайте мы придумаем какую-то формулу, которая просто нам говорит, ну, насколько вот этот документ релевантен этому запросу. И вот пытались придумывать. Собственно, BM, по-моему, best match или best matching расшифровывается. Вот, 25 означает, что перед этим еще 24 формулы таких было, ну, и там их что-то усложняли, усложняли, и в итоге там придумали прям какую-то вероятностную модель того, как устроен интернет, уже наивно звучит, да, и вот исходя из этой модели, эта формула была там в некотором смысле оптимальной, что-то такое. Значит, как это было устроено, значит, BM25 считается для запроса и для документа. И считается следующим образом. Значит, я суммирую по всем словам в запросе. По всем словам запроса. Я считаю EDF, inverse document frequency, для и того слова запроса. Итак, то есть я беру всю базу документов, которые у меня есть, и считаю в какой доле документов, ну, грубо говоря, у меня есть это слово. Ну, там еще логарифм, некоторые, ну, неважно. Ну, если помните, TFDF, вот такое. Дальше я считаю term frequency и того слова из запроса в моем документе. То есть, какая доля среди всех слов приходится на это и то слово. Ну, и чтобы было повеселее, я домножаю на некоторую константу k1 плюс 1, k1 это гиперпараметр некоторый. Дальше я делю на term frequency тот же самый у it и d плюс k1 умножить на 1 минус b плюс b на количество документов в моей базе поделить на среднее число слов в документе. то есть, n, d среднее это как бы средняя длина документа, d это размер базы, ну, мощность d большого это размер базы моей, ну, а k1 и b это гиперпараметры. параметры. про то не в контексте, что это круто, нет, конечно, а в контексте, почему это от этого отказались в какой-то момент. Значит, идея пейджанка такая. Собственно, вот вы как раз поднимали вопрос про авторитетность, да? Ну, давайте авторитетность посчитаем. Давайте скажем, что если на документ эксклюзивно ссылается много других документов, ссылается много других документов. То это хорошо. То есть, говоря, классно, если вот есть какой-то документ и есть много других документов, которые ставят ссылки только на этот, ни на какие другие. Вот. Ну, и там, в общем, это можно прям рассчитать, там есть определенные формулы, но в итоге оказывается, что пейджранк документа D надо вычислять как, ну, по следующей формуле. Значит, 1 минус дельта поделить на количество документов у меня плюс дельта умножить на ну, давайте, ладно, давайте я буду по ходу дела пояснять. Значит, там оказывается, ну, точнее, предлагается такая модель. Вот, чему равен пейджранк какого-то документа, его авторитетность? Давайте я просто скажу, что пейджранк это вероятность попасть в этот документ при случайном блуждании по моему, как бы, интернету. То есть, я начинаю в каком-то документе, рандомно перехожу по какой-то ссылке в этом документе и вот так вот действую. В какие-то моменты меня задалбывают, я просто перескакиваю на рандомный документ из интернета. Собственно, в это слагаемое отвечает за вероятность в какой-то момент перескочить на рандомный документ. Я считаю, что я при блуждании на каждом шаге с вероятностью 1 минус дельта перескакиваю на случайный документ просто где-то в интернете. Ну и собственно я равновероятно перескакиваю на любой из них. Соответственно, вероятность попасть конкретно на документ D, это, во-первых, вероятность того, что я захочу перескочить, умножить на вероятность перескочить именно на этот, это 1 делить на D. Дальше я могу попасть в этот документ, не просто случайно перескочив, а из тех, кто ссылается на него. Для этого я беру сумму по всем документам, которые ссылаются на наш, D большое, D ин, это все документы, ссылающиеся на D. И я считаю, беру PageRank у этого документа C, который на меня ссылается, ну и считаю, что из этого документа я равновероятно перехожу по одной из его ссылок. Всего там ссылок, давайте я обозначу, D, C, out, мощность. Ну вот так. Ну, в общем, некоторая формула. Ну, как видите, у меня PageRank есть и здесь, и здесь, то есть на самом деле здесь получается система линейных уравнений. Которую надо решать. Как думаете, а почему вот это, то есть, с одной стороны, звучит классно, да, то есть реально я такую авторитетность считаю, да, смотрю, вот шансы попасть в этот документ при случайном блуждании. Почему это, от этого отказались в итоге? И сейчас, кажется, никакой из поисковиков не использует такие признаки. В чем проблема PageRank? Какие у вас гипотезы? Можно фродить? Ну да, то есть там началось прям, делали ссылочные фермы, когда там типа есть цепочка сайтов, они все по кругу друг на друга ссылаются, накручивая друг другу авторитетность. Понятно, можно придумать PageRank, который как бы с этим борется каким-то образом. Мы тогда чего? Сделаем какие-то более хитрые фермы. Короче, там прям невозможно бороться с фродерами. В итоге оказалось, что от этого проще отказаться. Слишком, слишком очевидная схема. Ну, куда деваться? Да, вот еще и бегают, что интернет слишком несвязный. Ну, это тоже, возможно, да, возможно, несвязность сказывается. Тут вот не смогу прокомментировать, может быть. Ну вот, в общем, мы с вами провели всю предварительную работу и в следующий раз уже сможем говорить про методы ранжирования. Постараюсь, чтобы это было очно. Решу все проблемы к тому времени. Вот, ну, собственно, в следующую пятницу пообщаемся с вами и уведем спокойно на майские праздники. Все, спасибо вам большое. Да, хороших выходных. До свидания.